всем привет друзья в этом видео я хотел бы вновь затронуть тему избавления от лишнего веса и рассказать вам немножечко о том какие бывают диеты какие бывают люди которые пытаются продвигать свои диетические программы и сомнительные препараты в одной из групп на фейсбуке у нас разгорелась на прошлой неделе дискуссия с участниками этой группы по поводу избавления от лишнего веса кто-то начал предлагать диету состоящую из стакана теплой воды с разбавленными двумя чайными ложками соды натощак кто-то сказал это фигня это бред выпивайте лучше стакан горячей воды с медом и соком лимона и будет вам счастье на весь день третий же упирался на то что нужно натощак седать одно зеленое яблоко чтобы организм получил достаточно витаминов на весь день потом кто-то выступил по поводу яблочно-кефирной диеты потом пришла женщина и начала продвигать свою программу экстремального голодания по моему так эта программа называется короче в чем она заключается вы день ничего не идите два дни кушаете потом два дня ничего не идите три дня кушайте потом три дня ничего не идите 4 дня кушайте потом четыре В общем, пока не умрете, скажем так. И каждый из этих людей, заметьте, это в основном там были женщины, называющие себя натуропатками, нутрициологами. Слово диетолог для них уже не популярно, потому что это слово уже начинает уходить в лету. Поэтому нужно чем-то новым занять людей, которые приходят посмотреть на тот товар, который ты предлагаешь. Поэтому они сейчас все вокруг, сплошь и рядом, нутрициологи, натуропаты и я не знаю, что там они еще. Но по поводу всех вот этих диет я хотел бы сказать свое мнение. Такие диеты, если они вас, к примеру, какая-то определенная диетическая программа устраивает, это не значит, что эти диеты будут устраивать и подходить абсолютно всем людям, которым вы их предлагаете. Если вы можете в день выпивать до 8 литров жидкости, неважно, вода, сок или компот, это не значит, что кто-то другой сможет на вашем месте повторить ваши вот эти вот результаты. Нет, то же самое касается и меда и сока лимона. Если вы выпиваете стакан теплой воды рано утром натощак, сдобрив это столовой ложкой меда и полстакана лимона, вернее лимонного сока, это не значит, что если у вас здоровый крепкий организм, это не значит, что другие люди, стремящиеся сбросить лишний вес, смогут это повторить. Они смогут, конечно, это повторить, но где вероятность того, что они не подхватят хронический холецистит или хронический гастрит? Это нужно тоже учитывать, когда вы пытаетесь в обязательном порядке протолкнуть свои программы по диете. Это же нужно учитывать, если, к примеру, у человека есть избыточный вес или он страдает ожирением, ну не знаю, есть вот такая вот поговорка. Картиночка была, поделенная на две части. На одной картиночке худой человечек и написано рядышком с ним. Поел пиццу, поел стейк, поел картошку жареную, поел котлет, съел кусок мяса, съел колбасы, съел шоколадку и остался худым. И на следующей картинке толстый человек, и у него надпись «Прошел мимо кондитерской и просто понюхал». К чему я это говорю? Не каждому человеку подойдет та диета, которую вы предлагаете, которую вы испытали, допустим, на себе. Точно так же я, вот на собственном примере, я никому из людей, даже в тех группах, где мы общаемся, никому из людей я не предлагаю использовать те диеты, которыми, допустим, питаюсь я. Не каждый человек сможет, допустим, выдержать то, что ем я. Ну, грубо говоря, не будем вдаваться в эти подробности, но... Я просто советую людям, если они достаточно имеют силы воли и у них есть цель, а к цели нужно еще иметь стремление, просто отказаться от сахара и от хлеба. Сахар свести вообще в ноль, неважно, будь то шоколадки, конфетки, сладкие булки, соки, кетчуп. Кетчуп в кетчупе тоже очень много сахара, буквально в одной банке кетчупа, если берем стандартную 750 грамм банку кетчупа, там около 200 грамм сахара. Представьте, представьте себе, сколько сахара вы поглощаете. Отказавшись от сахара, вы все равно его поглощаете с кетчупом. И свести хлеб, потребление хлеба на минимум. Если вы не можете отказаться совсем от хлеба, то, пожалуйста, сведите 100% свой рацион хлеба, сведите его хотя бы к 10%, к 15%, ну, пускай к 20%. Постепенно вы все равно придете к своей цели, вы все равно придете к той точке, когда вы поймете, что елки-палки. А ведь я действительно могу обойтись без этого, обойтись без этого, обойтись без этого. И, конечно же, конечно же, когда я написал в этой группе, что вот за 3,5 месяца я скинул около 10 килограмм веса, одна женщина там нашлась и сказала, такого не может быть, сколько вы набрали обратно. То есть она уверена, что по ее горькому опыту, скорее всего, иначе я никак не могу судить, по ее горькому опыту, раз она страдала какими-то голодающими диетами и набрала по эффекту йо-йо обратно тот вес, который она сбросила, плюс еще несколько килограмм, значит, этому подвержены абсолютно все. Это неправда. Я и так и сказал, увы, но вы заблуждаетесь, потому что я и скинул вес, я сейчас его контролирую тем, что я просто-напросто и дальше продолжаю отказываться от сахара, от сладкого и хлеб по минимуму. Плюс я занимаюсь дыхательной гимнастикой и гимнастическими упражнениями. Вот и все. И тут же она следующим комментарием, а, так вот почему, вы же не сказали, что вы занимаетесь спортом. Если бы вы сказали, что вы занимаетесь спортом, тогда можно было бы подумать что-то другое. Но, видите, ребята, поймите одно, поймите правильно, для того, чтобы включиться в какую-то диетическую программу, вы в первую очередь должны обратиться к своему эндокринологу, если у вас действительно избыточный вес, и вы на своем опыте поняли, что вы не можете от него избавиться. Обратитесь к эндокринологу. Он делает полный анализ крови, и по этому анализу он вам потом говорит, действительно ли у вас дисфункции эндокринной системы, проблемы со щитовидкой, или, может быть, проблемы с печенью. И только тогда от эндокринолога вы можете получить направление к настоящему, к нормальному, умному диетологу, а не к каким-то там нутрициологам или натуропатам, которые предлагают... Я не знаю, что они предлагают, я даже не буду вдаваться в подробности. Люди, которые, блин, в школе изучали физиологию, медицину, скажем так, в кавычках, по книжкам, по учебникам анатомии и физиологии человека в восьмом и девятом классе, никогда не могут стать правильно умными людьми в области, пускай, той же диетологии или спортивной медицины. Прежде чем бросаться на какие-то сумасшедшие рецепты или заманушки, вот эти вот рекламы в интернете, допустим, есть, как-то вот пару раз попадал на такую рекламу, какая-то статья, я просто дальше пролистывал, даже не смотрел. Хватило мне только посмотреть название. Выпивая стакан этого препарата на ночь, вы теряете по полкило. Через неделю вы можете потерять даже до 10 килограмм веса. Ну, ребята, ну, сами вдумайтесь. Это химия, которая убивает ваш организм изнутри. Точно так же, как анаболики и стероиды. Люди сначала накачиваются, как ненормальные, становятся сначала эстетично красивыми, потом становятся до безобразия отвратительными, а потом просто-напросто практически все начинают страдать проблемами дисфункции печени, дисфункции почек, сердечной и тому подобное. Поэтому, ребята, вдумайтесь в то, что я вам сейчас говорю. Я говорю, никогда не кидайтесь в омут с головой, если вам кто-то предлагает супер-пуперную какую-то диету. Диеты бывают только индивидуальные. Если что-то подходит мне, это не значит, что это же будет подходить вам. Если что-то подходит вам, это не значит, что оно будет подходить мне. Это элементарно. Просто получая информацию, нужно ее фильтровать, нужно отсеивать мусор и оставлять то, что действительно является здравомыслящим текстом или какой-то умной мыслью. Вот и все, что я хотел сказать. На сегодняшний момент мой вес варьируется, не стабильный, а варьируется от 92 до 93,5 килограмм. 3,5 месяца назад, даже немножко больше, уже почти 4 месяца назад, мой вес был 101,5, около 102 килограмм. Ну, хорошо, скажем так, 101,5. Вот и считайте сами, сколько килограмм я сбросил, и вот уже 4 месяц подряд я держусь на нормальном весе. Это о чем-то говорит. Это о чем-то говорит. Если у вас возникнут какие-то вопросы, меня, конечно, можно найти на Фейсбуке, можно написать здесь, на Ютубе. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, не забудьте поделиться видео с друзьями, поставить лайк, свой адекватный комментарий, ну и, конечно же, подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий. Всем удачи, пока. С вами был я, Владимир Козырчук, автор канала Old Dutchman. Субтитры создавал DimaTorzok